Эстафета 100 годов на варце Мяжи Айчины рухается по пауднево-усходних рубежах краины. Сегодня у Гомель прибыли ее атрибуты – кубок и вымпел. С этой нагоды для памятного камня воинам-пограничникам провели урочистый митинг. После чего все присутные скрыстались мягчимостью и наведали мобильную экспозицию Державного музея истории Великой Айчинной войны. Все лета и она стала символом эстафеты. Подробности в следующем сюжете. Не каждому дать находить по крайних метрах белорусской земли. Воины в зеленых фуражках гонораться своей работой и несуть варту беспропинно. 28 мая, день святкования векового юбилея пограничной службы Беларуси, стартовала эстафета 100 годов на варце Мяжи Айчины. Ее группа проехала уже 2000 километров по линии помежа с усидними краинами. Они побывали в больше чем 100 населенных пунктах. У многих проводили митинги в память об загинувших пограничниках, допомников и могил ускладали кветки. В Гомеле местом со встречи обрали сквер имя Дзержинского. Тут в минулом году был усталеванный памятный камень воинам-пограничникам. До его подножу склали венок и кветки. В хвилине молчанию шановали память загинувших служащих ведомства. Впервые в состав эстафетной группы входит мобильная экспозиция музея Великой Отечественной войны. Мы проезжаем по каждому подразделению, по каждой пограничной заставе, пограничному посту, бываем в отделениях пограничного контроля, встречаемся с различными категориями личного состава пограничной службы. Военнослужащая, так само же Хары-Помежа, за довольнением наведывает экспозицию. И она расповедает про долгий и нелегкий шлях советских воинов и белорусских партизан до вызволения Беларуси. В президентском движении активно участвовали подростки, школьники. Они выполняли роль связных, разведчиков. И гитлеровцы, узнав это, их деятельность, тоже их хватали, пытали, убивали. Они были награждены армейскими медалями, орденами и даже высшей наградой Героя Советского Союза. У областном центре до мобильной экспозиции долучились и представители Гомельской пограничной группы с выставой сучасной спецтехники. И они представили обсталевания, яким сегодня користаются на мяжи с сусидними державами. Дарочи завершится эстафета у 4-х годин ранницы 22-го червеня у Брестской крепости.